В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят» в студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Первая инстанция для беспризорных и безнадзорных детей. График свободный, оплата сдельная. Рязань оккупирует наркосбытчики. А прямо сейчас смотрите подробности расследования убийства молодой женщины. Мы получили оперативные кадры с места проверки и можем показать предполагаемого виновника. Вот тот молодой человек, которого подозревают в убийстве жительницы посёлка Окске Рязанского района. Судя по его показаниям, отчасти причиной трагедии могло стать выпитое спиртное. Он находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из кафе указанного посёлка. Где встретился с данной женщиной. Напомню, 19 мая в правоохранительные органы с заявлением о пропаже супруги обратился мужчина. Не успели следователи выяснить все обстоятельства произошедшего, как в полицию с явкой с повинной пришёл другой гражданин. Тело женщины вскоре действительно было найдено в квартире 27-летнего подозреваемого. В конце окончания гулянта, закрытие бара, мы посидели ещё возле клуба, потом я пригласил её к себе. Она не отказалась, пошли ко мне. Подробности жестокого убийства в интересах следствия пока не разглашаются. Известно, что погибшую сначала несколько раз ударили, а затем задушили. Дядя мне попросил снять кольца. Попросили или потребовали? Потребовали. Для чего? Шугала за водитель. Она отказалась. Начала ругаться и ударила. Как ударила? По лицу. После того, как женщина перестала оказывать сопротивление, злоумышленник снял с неё золотые украшения, а тело своей гости перенёс на кухню. Выпил водку и уснул в кресле. Так. Когда проснулся, смотрю, валяется её вещь. Собрал в кулеку и убрал в шкаф. И ушёл в магазин. Больше никакие вещи вы не брали на утро? 500 рублей из кошелька. Все участники уголовного дела были знакомы ранее. Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Алкогольную семью часто сравнивают с полем психологической битвы, где дети вынуждены выбирать, на чьей стороне воевать – мамы или папы. И, к сожалению, не редкость, когда линия фронта проходит между родителями и детьми. Малыши и подростки оказываются в жутких домашних условиях, а затем и просто на улице. С 2002 года в Рязани работает отделение по оказанию медицинской и социально-психологической помощи для беспризорных и безнадзорных детей. За это время через него прошло более 3000 ребят, оказавшихся в непростой ситуации. Со стороны это место напоминает нечто среднее между больницей и интернатом. Кровати, игрушки, яркие плакаты, зона отдыха и столовая. Сегодня в отделении, которое рассчитано на 20 мест, находятся 9 детей. В общем-то мы являемся первым звеном, куда попадают дети с улицы. Чаще всего дети попадают в это отделение по направлению сотрудников органов внутренних дел. Это более 40%. При поступлении в отделение дети принимают гигиенический душ и меняют одежду. Одежда на них наша одета вся. Но в первую очередь специалисты заботятся о здоровье своих пациентов. Часто ребята бывают истощены, больны и озлоблены. В семьях многих из них слова «любовь и забота» мало что значили. Самая главная причина – это дети, которые остались без попечения родителей. Это может быть смерть родителей, лишение родителей родительских прав. Дети бывают разные. Бывают дети такие, которые в первые дни не хотят ни кушать, ни переодеваться, ни спать ложиться. А потом привыкают к отделению и, в общем-то, становятся лучшими нашими друзьями и помощниками. Никите всего шесть. Он твердо убежден, что его мама – самая лучшая. И она обязательно скоро заберет его домой. Мальчика мало интересует тот важный факт, что это уже второй шанс для его родителей. Хочу, у меня был телефон большой. А кому звонить будешь? Друзья. Много друзей? У меня очень. А они где сейчас все? Каблину, я там живу. В среднем ребята от трех до семнадцати лет пребывают здесь около двух недель. Но это не значит, что после выписки их судьба перестает иметь значение. Дальше начинается второй важный этап – их социализация. То есть выясняем, какая ситуация, кто является законным представителем ребенка. И при выписке ребенок передается законному представителю. Будь то родители, не лишенные родительских прав, или учреждения социальной защиты, интернаты. Около 40% пациентов отделения – рязанцы. Чуть больше ребят из районов области. Бывают и гости из страны СНГ. Это дети-путешественники, избегающие из дома или спецучреждений. И кочующие по незнакомым городам. Есть и такие, кто находится в отделении вместе с сестрами и братьями. Например, как Таня. Мне 14 лет, и я из Кораблинского района. Расскажи, с кем ты жила там, с кем живешь? Я жила там с родителями, но папа у меня умер, а мама для числа их детских прав. Так и попала сюда первый раз. Потом меня отправили в центры обитации в строители. И там нас забрала наша родная тетя, с которой мы прожили в Московской области, в городе Пушкино. Два года. И потом она от нас отказалась. По той причине, что у нее сын родной женился. У него жена беременная. И им негде жить. И у нее еще есть один ребенок, дочка ее. Поэтому там слишком много от нас отказались. И нас привезли сюда. Несмотря на частые переезды и стрессы, учится Таня Бестроек. А в будущем мечтает о работе стюардессы и дружной семье, в которой детей будут любить. Расскажи немножечко о папе. Хороший был человек. Папа был прекрасный человек. Его на деревне все любили. Всегда звали, если что-то помочь. И так он был не строгий и требовательный, так скажем. А мама? Мама была тоже добрая. Ее все на деревне знали. К ней, если что, обращались. Но она выпивала очень часто. Это было и при папе тоже, да? Да. Здесь ребятам напоминают о том, что кроме горьких будней бывают и праздники. На которые принято наряжаться и веселиться. А на день рождения получать подарки. Нехитрые, например, набор для рисования или яркие носочки. А сытные и полезные вкусности дают целых шесть раз в день. Макароны дают, сосиски, много чего. Вкусно? Да. Иногда, говорят, сотрудники приходится идти на хитрости. До последнего скрывать, что мама не приедет на выписку. А возможно, и вообще объявится очень нескоро. Иногда это жизненная школа для родителей, которые тоже понимают, что у них могут отобрать ребенка. И ребенок возвращается в семью. Если малышам нужна любая мама, то ребята постарше уже по-другому смотрят на свое положение. И самое главное, не отчаиваются. По-другому просто не выжить. Я бы посоветовала им, чтобы они все-таки забыли все эти горькие моменты, взяли себя в руки и всегда держали мысль в голове такую, что ничего в жизни не бывает случайно. То есть, если они попали сюда, то это даже может быть к лучшему. Чем в той семье, в которой они могли бы быть, да? Да. Это чудовищно, когда родители заводят малышей, а потом отнимают у них детство, бросают на произвол судьбы и меняют на бутылку водки. Мне хочется верить, что этот сюжет призовет кого-то к совести. Дети не должны приходить к выводу, что лучше никаких родителей, чем такие, которые есть. Очень часто приходится слышать о том, что достойной и хорошо оплачиваемой работы сейчас не так уж и много. Но проявляя люди хоть половину, то есть наровки, которые пользуются при нарушении закона, ситуация наверняка могла бы стать лучше. Недавно с крупной партией Спайса задержали двух граждан Украины. Прибыли 27-летние дельцы из города Киева. Одному из них было не привыкать работать курьером. До этого трудился в пиццерии. В разное время мужчин завербовали в качестве закладчиков и направили в Россию для процветания незаконного интернет-магазина. Находясь в ночном клубе, он встретился с некими людьми, которые предложили ему такую работу. Получил уже в другом месте инструкции, как действовать, деньги. И вместе с группой других молодых людей был направлен сначала в Москву, а потом группа украинцев была разделена, и наш фигурант получил распределение в Рязань. Один из злоумышленников приехал в Рязань в январе 2015 года. Новичка передали в надежные руки опытному закладчику. После курса обучения началось боевое крещение. Он получал наркотики, расфасовывал, делал закладки в различных районах областного центра, а затем сообщал адреса оператору, находившемуся в другом регионе. Спустя три месяца на смену первому киевлянину в Рязань прибыл второй. За что тебя задержали? За то, что разносил наркотики. Наркотики. Ты как их разносил-то? Куда? По подъезду. То есть делал что? Далее стены. Закладки? Да. Делал закладки. Ты в Рязани как оказался? В Киеве предложили работу, сказали, есть там Рязань. Телефоны обоих молодых людей содержали описание мест, уже сделанных закладок. И при проведении поисковых мероприятий сотрудники наркоконтроля в домах на улице сельских строителей Новикового прибоя изъяли еще около 10 закладок. И это не считая карманов одного из подозреваемых. В них хранилось 32 свертка с запрещенными веществами. Что ты можешь сказать другим молодым людям, которые тоже занимаются такой же работой, в кавычках, как это? Если знают, что за работа, чтобы не соглашались. Как правило, все знают о том, что с такой профессией дружный, слаженный коллектив – не что иное, как организованная преступная группа. Но это мало кого останавливает. Разве что на время, пока длится уголовный срок. Пассажиры автовокзала «Приокский» на днях стали невольными зрителями зрелищного задержания. Вот спокойно разгуливает лидер рязанской группировки, занимавшейся распространением спайсов, а уже через секунду его скручивают оперативники. Преступный квартет состоял из 27-летнего менеджера торговой фирмы, 29-летнего директора, 25-летнего менеджера оптовых продаж и молодого человека без определенных занятий. Организатор получал бесконтактным способом криминальный товар и распределял его между сообщниками. Лично проводил инструктаж и обучение на местности закладки наркотиков в тайники. А также ввел особую систему конспиративного общения. Такое я не знал, что с ними сделать просто. То есть как? Ну вот так вот. Просто так держал? Ну вообще да. Ну как просто так держал? Сам потребитель-то? Был. Бросил? Прошел лечение. И сейчас не употребляешь? Нет. Такими делами я раньше никогда не занимался. И вообще, то есть положительный я человек. Зачем положительному человеку наркотики, двух видов, нож и пневматический пистолет мужчина объяснить не может. Остальных злоумышленников задержали в других районах города. Однако не все они готовы признать себя сообщниками. Познакомился с данным человеком, который впоследствии того, чтобы я был водителем, мог довести вот это в одну точку. Просто неизвестно по какой причине. Давал там некоторые деньги на день, день. Потом с каким-то большим промежутком времени я узнал, чем этот человек занимается. То есть он очень долгое время подбивал меня заниматься тем же самым. Это раскладки наркотиков. Просто его довозил до места, где он брал большие партии и уже, соответственно, удивил их мелким. В общей сложности у подозреваемых изъяли 150 граммов запрещенных веществ. Фигурантов дела арестовали. Еще одним игровым клубом благодаря полицейским в нашем городе стало меньше. Заведение, где однорукие бандиты пополняли казну хозяина, располагалось в доме 20 по улице Быстрецкой. Действовало исключительно ночью, да и то в закрытом режиме. Из помещения горного клуба полицейские изъяли 13 игровых аппаратов. Оперативники установили, что организатором подпольного заведения является 27-летний житель Рязани. За металлической дверью с надежным замком спецназ явно не ждали. Оперативники нагрянули в самый разгар игры. Пришел человек, у меня есть ключи. Я беру деньги и на эту сумму кредит идёт на аппарат. То есть сколько человек хочет, ты накручиваешь на аппарат, да? Да, вот это один же кредит равен на одну. Много денег-то оставилось? Тысячу рублей. Выиграл, что ли? Нет. И, разумеется, посетители смутно представляли себе, куда попали, а главное, все как один в первый раз. Трудно бороться с преступностью с таким количеством добровольных пособников. Это были основные криминальные темы недели. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова